Асфальтирование, озеленение и новое освещение. Первый заместитель мэра Александр Малашевский провел заседание общественной комиссии по вопросам реализации программы формирования современной городской среды. За 2020 год благоустраивали территорию многоквартирных домов по проспекту Карла Маркса и улице Парковой. Департамент САТЭК сотрудничал с компанией МАКТЭКС по муниципальным контрактам. При благоустройстве дворов по Карла Маркса стоимость реализации составила более 12 миллионов. Выполнялись ими работы по установке бордюрного камня асфальтирования территории, монтажу опора освещения со светильниками и в общей стоимости получилось чуть более 12 миллионов. Работы выполнялись за счет средств бюджета особоэкономической зоны. Федерального бюджета частично 270 тысяч было и софинансирование из местного бюджета. Дворовую территорию озеленили, установили детские площадки. Также специалисты работали по объекту культурного наследия МАСКО-СКОРБИ. Сотрудничал с АТЭКС-компанией Стройотделсервис. Заключили контракт в июле прошлого года. За 2020 выполнили следующее. Срезали кустарники и мелколесье. Посадили деревья. Бюджет более миллиона рублей. Производилась оплата за счет средств федерального бюджета областного и местного. По словам специалистов департамента СотЭК, план за 2020 год выполнили. За прошлый год планы мы выполнили в полном объеме, 100%. На три дворовые территории у нас стояли в плане. Все полностью выполнено. На предстоящий год также у нас будет три дворовые территории, которые мы также, надеемся, сделаем все вовремя. Потому как проектная документация уже готова. Сейчас мы проходим государственную экспертизу и объявляем закупки. В 2020 году муниципалитет направил заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Этнический парк Дюкча вошел в число победителей. В 2021 году специалисты также планируют благоустроить дворы по улицам Берзина, набережной реки Магаданки и Марщиканской. 352 мусорных бака приобрело правительство Магаданской области. Из них 235 металлических и 117 пластиковых. Все металлические баки переданы учреждению ООО «Региональный оператор Магаданский». Сотрудники этой организации уже установили контейнеры на нескольких площадках города. На сегодняшний день все 235 контейнеров расставлены по адресам. Они занимают 61 контейнерную площадку Магадана. Размещение баков производилось, во-первых, по принципу поступивших обращений граждан и жалоб, а также на тех контейнерных площадках, где требовалась полная замена баков старых на новые. Даже если на контейнерной площадке находились из общего количества баков, баки старые в хорошем состоянии, мы производили полную замену баков на новые, не оставляя смешанные старые и новые. Весь адресный план размещения баков согласовывался дополнительно с муниципалитетом. В конце 2020 года региональным операторам приобретено 50 металлических баков с крышками. Все эти контейнеры будут расставлены на площадках Магадана, там, где колымчанам их не хватает. На данный момент возникла проблема переполнения отходами на некоторых контейнерных площадках. Да, в том числе, что не хватает баков, потому что идет переполнение мусором. Либо на тех площадках, где летом, например, производился разброс мусора птицами и животными. Проблема с нехваткой мусорных баков может продолжиться. Поэтому региональный оператор Магаданский подал заявку в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства с целью приобретения новых металлических баков. Контейнеры заказывает правительство Магаданской области. В 2021 году всего должны закупить 400 баков, 300 металлических и 100 пластиковых. Крыши в сосульках – основная проблема весной для жильцов многоквартирных домов. За очистку кровель от снега и льда в первую очередь отвечает управляющая компания. Она организовывает рабочую бригаду из трех человек. Двое должны работать на крыше, а третий внизу, чтобы не подпускать прохожих людей близко к опасному участку. Иногда для таких работ привлекается автовышка. Работы управляющих компаний контролируют департамент ЖКХ и коммунальные инфраструктуры мэрии Магадана. Законодательством периодичность очистки кровель от сосулек не установлена. Это производится самостоятельно управляющими лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами в случае необходимости производить очистку как от ледяных образований, так и от снежных пузырьков. То, что касается содержания кровель в зимний период, в городе Магадане отдела муниципального жилищного контроля, управляющим компаниям, а также крупным ТСЖ выданы предостережения о необходимости при метеорологических условиях производить очистку кровель от снега и сосулек. Во время проведения таких работ службы должны выставлять специальные ограждения. Это делается с целью избежания несчастных случаев. Такую работу тоже выполняет управляющая компания и товарищество собственников жилья. Это задача управляющей компанией ТСЖ выставлять ограждение при производстве работы, а также в случае, когда ожидается подход техники для очистки кровель. Но в тех случаях, когда управляющие компании либо ТСЖ бездействуют и не принимают меры к расчистке кровель, тогда необходимо обращаться в надзорные органы, это департамент ЖКХ, а также государственная жилищная инспекция. И в этом случае, будут приняты меры к тем лицам, которые не выполняют указанные требования. Бывают и случаи, когда от схождения снега или ледяных образований с крыш страдают прохожие или их имущество. В таком случае специалисты рекомендуют гражданам обращаться с претензией в организацию, которая управляет домом. Также следует предоставить документы о том, какие повреждения нанесены пострадавшему. Преподаватель истории из Магадана Константин Зеленский представляет наш регион на федеральном этапе конкурса «Учитель года в Волгограде». Педагоги показывают свое мастерство в ходе прохождения разных испытаний. По словам Константина, конкурс для него важен еще и потому, что финал проводят в городе, история которого очень интересна. Коллеги, ученики и друзья поддерживают педагога, несмотря на разницу во времени. Ну что, по горячим следам, в общем, только что закончили обобщать опыт. По времени уложился, все, 15 минут, ровно все, как и полагается. Вопросы были от всех членов жюри, 10 минут на вопросы, но, естественно, перебрал. Не смог отвечать кратко, меня там понесло, как обычно это бывает. Ну, нормально. Все, Анжела Владимировна смотрела в прямом эфире, сразу вот только в секунду посмотрела, позвонила, поблагодарила, говорит, все нормально, хорошо, поэтому настраиваемся, двигаемся дальше. Финал конкурса проведут 2 февраля. В нем будет одно испытание – пресс-конференция. Педагоги ответят на вопросы интервьюеров. В этот же день состоится торжественное закрытие заключительного этапа конкурса и объявления победителя. Также для участников состязаний подготовили культурную программу – экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Магадане продолжает снижаться. За последние сутки на Колыме выявили лишь 23 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период отметили 7 935 заболевших. С выздоровлением выписали 7 376 колымчан. Уже с 1 февраля принимают заявки на участие в конкурсе «Звездопад». Это главное творческое состязание Магадана, которое пройдет с 24 марта по 3 апреля. Его участниками станут дети и молодежь от 7 до 30 лет. Среди них – самодеятельные коллективы домов и центров культуры, учреждений дополнительного образования и школ, средних специальных и высших учебных заведений, клубов по месту жительства, а также все желающие магаданцы и жители области. Всего в этом состязании две номинации – вокал и хореография. В последние годы в нем приняло участие не менее 600 участников. В этом году конкурс проведут в 15-й юбилейный раз в Муниципальном центре культуры Магадана. Акцию без интернета проведут в кинотеатре «Горняк» 30 и 31 января. Школьники и студенты смогут купить билет на любой сеанс, кроме ночных, за 200 рублей. Также будет действовать скидка на попкорн. По словам организаторов, акцию проводят для того, чтобы отвлечь молодежь от социальных сетей. В эти дни, 30 и 31 января, мы приглашаем всех школьников и студентов на любые сеансы, которые будут проходить в течение этих дней, к нам в кинотеатр. И с афишей можно ознакомиться на нашем сайте или в кассе нашего учреждения. В кинотеатре «Горняк» зрителям покажут премьеры фильмов в жанре приключения, фэнтези, боевика, фантастики.